приветствуем вас ставим лайки не забываем написать приветственный комментарий обязательно и ваши действия в начале эфира помогут продвигать это видео на платформе youtube сегодня много интересных новостей как всегда будем разбирать вместе с костем бандаренко добрый вечер добрый вечер новости международки и не международки в общем реально интересный поток событий сейчас происходит много в чем нужно разобраться поэтому разбираться мы будем наверное кость с первой темы это визит блинкина визит блинкина в китайскую народную республику в принципе наверное можно уже на данном моменте подводить итоги этих всех встреч информации достаточно максимальное количество единственное что у меня перед тем как общий вопрос вам задам да то есть о чем это все было я хочу чтобы вы еще объяснили одну интересную вещь вот у нас про китай все знают что китай очень загадочный и не такой как мы но вот какой он не такой каждый трактует абсолютно по-разному и это все видно начиная там от мы знаем какой у китайцев протокол встреч блинкина унизили убили и тому подобное смотришь на предыдущие встречи там как меркель встречали и тому подобное те же самые чиновники ну то есть либо китайцы всех на свете унижают либо не знаю там с блинкиным какая-то вот прям отдельная нелюбовь потом смотришь на результаты всех хватает цитату про то что блинкин на угрожал си цзиньпину смотришь официальные заявления там совершенно как-то по-другому картинка это выглядит что являлось на ваш взгляд главной темой визита блинкина о чем стороны договорились и если там то о чем нам просто не рассказывают смотрите я начну с того что у нас китай действительно это некая некий сфинкс которого вы не понимаем китай бы не понимаем как они мыслят какие у них подходы какая у них практика дипломатического протокола и церемоний китайских церемоний то есть это для нас как-то непонятно загадочно потому что мы живем каком-то отдельном мире кто-то живет только в мире украинском вот вот и украина центр планеты все остальное это какие-то там далекие созвездия кто-то живет в европейском или в западном контексте вот нам кажется что все то что принято для запада то что хорошо для запада то что при этом западном этикете это общее принято для всего мира но реально китай это действительно другая цивилизация и необходимо осознавать что мир намного более пестрый мы мир намного более многогранен чем просто восприятие мира через призму западных западных парадигма мы вообще воспринимаем китай часть из нас воспринимает китай через те толкования которые дает англоязычные пресс англоязычные сми вот а кто-то воспринимает через призму российских сми и частности там есть очень популярный политолог блогер бавилов который уделяет внимание китаю его критикуют сами русские но у нас он страшно популярен ну вот что-то еще говорят несколько телеграм-каналов и вот мы таким образом считаем что мы понимаем что происходит в китае на самом деле китай намного более сложен и без изучения истории китая без изучения философии системы отличий между различными группами и различными региональными аспектами невозможно оценить всю глубину китая китайской политики или же предвидеть какие-то стратегические шаги да у китая есть определенная система шкала там приоритетов но дело в том что эта шкала определяется в первую очередь интересами национальным интересами китая и если соединенные штаты не лежат в сфере национальных интересов китае именно в том плане что они понимают китай понимает что соединенный штат это в первую очередь конкурент а не союзник то соответственно есть сдержанное сдержанный протокол сдержанный подход к системе протоколов и говорить о том что блинкина унизили но только потому что его приняли не по тому протоколу который предусмотрен например для путина или же для лукашенко но это наверное неправильно оценивать данную ситуацию блинкин не тот человек который мог бы приехать и угрожать там и угрожать си цзинпин это не его стиль во-первых во вторых он ехал не для того чтобы угрожать если бы госдепки где где в США пытался угрожать читаю это не посылали бы блинкина на встречу и ограничились бы нотой определенной а так в данной ситуации речь идет о том что стороны начинают болезненно медленно точечно определять те узлы противоречий и те возможности для соприкосновения которые существуют начиная с экономических вопросов и выходя постепенно на политическую плоскость поскольку китай сегодня считает что необходимо пересмотреть ситуацию которая сложилась не столько после второй мировой войны сколько после холодной войны и после 90-х годов мир перестает быть двухполярным соответственно необходимы правила правила игры новые правила игры китай хотел бы конечно чтобы были эти новые правила игры прозрачными он хотел бы чтобы были очерчены эти правила игры на особенно в зоне тихого океана где китай и соединенные штаты конкурируют больше всего а также других точках планеты где тоже китай имеет свои интересы которые пересекаются соединенными штатами именно поэтому вот этот визит и состоялся это визит дискуссия это визит не для того чтобы ломать через колено потому что сломать через колено китай сегодня невозможно это визит который будет предварять целую серию взаимных разного рода встреч разного рода консультации я не исключаю что опять же как и в прошлом году в калифорнии в режиме саммита первых лиц тут интересно понимаете просто часто мы слышим про то что китай хочет поменять миропорядок и сделать ну якобы конфигурацию многополярного мира да когда не будут две страны и там или одна страна тем более принимать какие-то главные для мира всего решения однако опять-таки по завершению встречи с си цзиньпином си цзиньпин произнес очень интересную фразу он сказал о том что он считает что именно китай и соединенные штаты должны навести в мире порядок и стоять как бы там на страже мира это да дело в том что две страны сегодняшний день давайте так очертим несколько точек соприкосновения интересов соединенных штатов и китай которых одни действительно не могут приблиться мир уже давно стал многополярным независимо от желания или нежелания соединенных штатов независимо от того признают это соединенные штаты или нет но мир уже стал многополярным по крайней мере двухполярным есть пекин есть вашингтон и интересы соединенных штатов и китаю первую очередь пересекается в зоне тихого океана соединенные штаты создали большое количество разного рода структур типа там квад а укус и прочее которые китай рассматривает что они направлены именно против китая против интересов китая в тихом океане они никак не могут согласовать уже на протяжении почти десяти лет не могут согласовать принципы функционирования транских океанского сотрудничества транстихоокеанской торговли потом не могут согласовать целый ряд локальных вопросов вопрос тайваня вопрос южно китайского моря вопрос филиппин и так далее то есть эти все вопросы тоже подвешены дальше у китая и соединенных штатов разные взгляды на конфликт россии и украины на войну россии и украины китай считает россию своим союзником на сегодняшний день и партнером или союзником союзником вот я говорю специально не просто партнером партнера только в экономическом плане я говорю союзником хотя союз официальный военный союз военно-политический союз еще не оформлен но де-факто он уже существует и у китая же существует доктрина согласно которой они не могут вступать ни в какие военные союзы а правильно правильно на этот вопрос дискутируется несмотря на то что существует существует это положение доктрины поэтому я говорю что де-факто союз уже существует и этот союз определяется целой целой серией взаимных интересов опять же и экономических и военных и политических они не могут вступать в союз но они де-факто этот союз уже существует и например те же соединенные штаты своих доктринальных позициях они исходят из того что этот союз существует де-факто вот более того они говорят про союз там таких государств как китай россии северной кореи рамки далее что еще есть противостояние латинской америки есть противостояние в африке кстати латинской америки уже совсем скоро в июне будет такой час чек который покажет кто станет президентом мексики президент мексики скорее всего будет продолжать такую софт про пекинскую политику обрадора нынешнего президента но факт остается фактом что существует точки соприкосновения вот и соединенные штаты как-то проспали тот момент когда вся мировая экономика как гласит один современный афоризм свелась сейчас к борьбе между государственным за право торговать китайскими товарами вот так что это этот момент настал и это с этим необходимо считаться и китай от этого никуда не денется а из соединенных штатов никуда не денутся а китай последнее время выдвигает все больше и больше инициатив и в рамках брикс и в рамках шанхайской организации и в рамках целого ряда других союзов там содружества общей судьбы и прочее но что касается китая то последнее время начали подниматься вопросы о дедоларизации мировой экономики что очень больно для слышать соединенным штатам и они действительно передают просто свою озабоченность но это что они готовы будут защищать влияние доллара в мире и поэтому этот вопрос поднимался тоже в ходе визита блинкина китай принадлежит к тем государства которые скажем так наблюдают с улыбкой за играми на нефтяных рынках у китая есть свои интересы в нефтяной отрасли и соединенные штаты игра игра игры соединенных штатов бьют по интересам китая в этой сфере поэтому тут есть очень много вопросов которые можно там очень долго обсуждать но можно сказать что сегодня действительно китай и соединенные штаты являются конкурентами и эта конкуренция требует урегулирования смотрите с китайской стороны по результатам этих встреч появился определенный там пресс-релиз в котором они написали к чему вообще все это происходило и к чему пришли там есть пять пунктов я сейчас постараюсь так кратко зачитать просто для того чтобы было интересно а потом задам вопрос во первых как пишут стороны договорились продолжать усилия по стабилизации развития китайско-американских отношений в соответствии с указа указанием двух глав государств намекая на встречу в сан-франциско во вторых стороны договорились поддерживать высоко уровневые обмены и контакты на всех уровнях стороны будут продолжать воздействовать роль механизмов консультации восстановили восстановительных и вновь созданных в таких областях как дипломатия экономика финансы коммерция и продолжать проводить обмены между вооруженными силами двух стран в третьих стороны анонсировали проведение первого заседания китайско-американского межправительственного диалога по искусственному интеллекту продолжение консультации по руководящим принципам китайско-американских отношений в четвертых стороны примут меры по расширению межгосударственных культурно-гуманитарных обменов будут приветствовать взаимные студенческие обмена осуществлять подготовку обеспечения успешного проведения 14 китайского американского всеукраинского дел господи всеуровневого диалога в области туризма и так далее и в пятых стороны будут поддерживать консультации по актуальным международным региональным вопросами укреплять коммуникацию между специальными посланниками обеих стран и тут вот это совсем отличается от того что можно сегодня прочитать например там условно европейской прессе где блинкин сказал бы вас сейчас тут санкциями загоним за угол вот это совершенно отличается от того что пишут например в российской прессе китайцы унизили публично блинкина и сказали не будешь тут руководить но для кого тогда первые вторые и третьи вот эти заявления если по факту то есть в нашем с вами диалоге мы понимаем что они говорили вообще не об этом да в том то и дело в том то и дело просто каждый слышит то что хочет слышать каждый подает так как хочет подать вот и я считаю что на самом деле пятый пункт наиболее интересен это значит что по острым важным моментом они не договорились договоренности нет вот есть вопросы да мы будем сотрудничать да будем дальше развивать и прочие моменты студенты будут приезжать ваших нам наших к вам и прочее и а вот что касается вопросов украины то что касается вопросов ближнего востока и так далее эти вопросы дальше будут обсуждаться специальными полномочными представителями вот и будут будут где-то когда-то возможно где-то решены кость вот со всеми остальными вопросами бог с ними а вот про про украину что они говорили про украину с какой позиции америка была через запятую через запятую потому что китай чудесно понимает что вопрос украины сегодня слишком болезненно для соединенных штатов решить его сегодня невозможно поскольку все стоят на своих позициях скорее всего снова согласовали эти позиции которые будут более явственно очерчены после швейцарского саммита саммита мира который покажет туда сша тянут или нет соединенные штаты хотели бы чтобы принимал участие китай но китай пока не понимает для чего ему необходимо принимать участие в этом мероприятии если бы китай уже неоднократно говорил там если бы речь шла о мирных переговорах об организации площадки для мирных переговоров или же некоего поля на которое стало бы полем переговоров переговорным полем для россии и украины тогда да тогда китай принял бы участие если же речь идет исключительно для о том что собираются для того чтобы поаплодировать очередной раз плану зеленского который китай считает не воплотимым то китай не будет принимать участие такого рода мероприятия тем более что китай имеет свой план и этот план вступает противоречие с он полностью противоречит плану зеленского и значит что если если так то это значит что китай попросту отказывается от предварительного своего плана если они принимают участие в швейцарском саммите есть такое мнение я слышал от одного из экспертов что китай выдвинул ну грубо говоря основные положения своего плана но по шаговую стратегию его реализации которая существует они специально не опубликовали для того чтобы не создавать дополнительную политическую конкуренцию формуле зеленского вот как вам такое заявление об этом думали что вот мы не будем мешать зеленскому условно но на самом деле китайцы всегда они планируют когда они планируют они всегда готовят план общий декларативный план который публикуется и публикуют огромное количество там талмуды там документов которые должны показывать как реализуется план почему тогда его нет а его никогда не публикуют я помню когда была подготовка к проекту один пояс один путь новый шелковый путь но вот так тогда китай подготовил тоже общий документ который говорил там намерение люди из нашего министерства инфраструктуры говорили что они видели то что им показали в пекине потом вот это было почти 800 страниц которые нигде не публиковались вот и которые были там на английском языке переведенные там соответственно для ознакомления настоящих планов целей и прочего поэтапно интересно когда мы узнаем поедет китай в швейцарию или нет после визита с его францию нет я думаю после визита путина в китай визит путина в китай намерить намечен после 7 мая то есть 7 состоится инаугурация где-то в ближайшие дни после этого путин поедет в китай с визитом это уже заявлено перед этим си цзинпин побывает в во франции и в сербии и после визита в сербию уже встретившись с путиным мы узнаем будет или будет китай принимать участие вы на что ставите я думаю что не будет не будет то есть не на уровне наблюдателя не на уровне украинских политиков еще месяц назад украинские политики говорили что приглашены 160 глав государства это не значит что согласились да а вот буквально прошлой неделе зеленский сказал что будут принимать участие около 80 половина интересно нет ну есть государства у нас такие в которых там 15 тысяч живет у них банально может денег нет на билет вот те у кого 15 тысяч у них денег есть не только на билеты на то чтобы купить половину международной линии украины я не про монако я про науру в качестве сутки давайте на другую тему перейдем интересную тенденцию я заметил и вот мне интересно мне тоже разобраться из последних новостей если посмотреть ленту про то что нам там собираются из вооружения выделить мне вот на глаза сейчас вот попалась выделение дополнительной системы пво которую нашли в германии о чем заявил глава нато столтенберг и в целом если полистать ленту там от момента принятия законов соединенных штатах до сегодняшнего дня нам там на выделяли как говорила моя бабушка вагоны маленькую тележку очень много и пво он нашлось которая не находилась раньше и помощь и деньги выделили и еще что-то изменилось что-то изменил что изменилось ну смотрите дело в том что нам выделяет не наступательное оружие выделяет оборонительное оружие то есть системы которые понятно до этого не выделяли нет это понятное дело смотрите все по цепочке все по цепочке дело в том что значительная часть тех средств которые выделили соединенные штаты пойдет на оплату уже оказанных услуг то есть украине уже предоставили определенную технику те или иные государства в счет того что мы еще в январе должны не мы соединенные штаты должны были компенсировать это новой техникой новую технику только сейчас начинают выпускать понятное дело что нечего отдавать потому что это значит обнажить своим свои арсеналы вот что касается соединенных штатов после того как соединенные штаты соединенных штатах республиканцы договорились частью военно-промышленного комплекса договорились о правилах игры ходе этой президентской компании договорились о том что военно-промышленный комплекс получит эти деньги после этого пошел сигнал фактически другим западным государством что деньги есть теперь давайте работать потому что без денег они работать и хотели тоже они хотели понимать что все-таки их затраты будут компенсированы сигнал что появились деньги причем значительно эта часть не пойдет даже в украину а пойдет просто напрямую либо пока либо же просто напрямую ничего нового да вот соответственно вот после этого включили зеленый свет и начали помогать украине до какого-то момента тянули соединенные штаты тянули почему-то потом отпустили ситуацию проголосовали договорились даже вопрос мексиканской границы вдруг перестал быть вопросом мексиканской границы после этого начали включаться страны по какой причине была создана вот эта пауза и что что-то сорвалась о чем-то не договорились что-то не решилось что сказали ах так но каждая страна да ты понимаешь что в первую очередь главные интересанты войны в украине главные интересанты поддержки украины находятся в лондоне и вашингтон не в берлине не в париже не время не в вальшаве вот эти все государства евросоюза они являются статистами ни одно из них может повлиять на ход германия не может не может герни германия не франция не может то есть шольц не тот человек который может позвонить путину и начать с ним переговоры путин с ним не будет говорить точно так же как с макроном он их не считает равными но лондон до вашингтон да но не страны евросоюза отношение россии стран евросоюза как извините пожалуйста как ничтожество ну так таковой такова политика все они чудесно понимают что сейчас сколько бы они ни старались их старания не будут не замечены не одобрены не поощрены тем более что приближается выборы в европарламент поэтому они занимали такую выжидательную позицию пусть сильные договорятся а мы потом как они скажут такая была позиция позиция евросоюза который всячески сейчас демонстрирует что на самом деле это война это не совсем их война они так помогают они принимают беженцев они выделяют гуманитарные программы они там программа по разминированию сейчас инициируют то есть у них есть достаточное количество работ а вот главные вопросы они должны обсуждаться взрослыми условно говоря между собой вот когда соединенные штаты приняли решение и европейские государства поняли что они все-таки получат свои компенсации они все-таки получат и деньги и технику вот тогда они начали работать смотрите аналитики по-разному трактуют выделение этой помощи там если просуммировать даже несмотря на то что значительная часть финансово на все равно останется на территории соединенных штатов да то есть что часть вооружения это уже было или отдана и так далее все равно помощь она значительная этой помощи реально не хватало особенно средства по и так далее и сейчас вот разные изменения по этому поводу все сходятся к тому что скорее всего эта помощь поможет стабилизировать ситуацию на фронте не переломать кардинально но точно стабилизировать и тут вопрос стабилизировать для чего для того чтобы удержаться на какой-то определенный период для чего-то то есть стабилизировать для того чтобы чуть ли не начать какие-то там подготовку переговоры потому что в более сильной позиции чем до помощи но тут можно зафиксировать что в более сильной позиции когда у тебя есть вооружение чем когда его нету вот ну что происходит то есть какая главная мотивация потому что байден же должен если я не ошибаюсь после принятия закона через 45 дней предоставить даже план видение этой всей истории смотрите дело в том что на западе чудесно понимаешь что война с украиной россии с украиной это не самодостаточный процесс это лишь проявление значит значительно более более серьезного процесса противостояния между западом и востоком понятное дело что между западом и востоком данной ситуации между россией и соединенными штатами ведет заведется постоянный диалог закрытый диалог на разного рода площадках они обсуждают разного рода вопросы ограничения ядерных вооружений расширение арсенала ядерных вооружений и контроля за распространением ядерного вооружения потом мы соответственно ракеты большой средней дальности контроль над ними дали правила игры в арктике далее правила игры на ближнем востоке и прочим то есть огромное количество вопросов в том числе расширение нато на восток и так далее и так далее все это обсуждается украина это только видимая часть айсберга это самая горячая фаза самая горячая точка соприкосновения и поэтому вопрос украины рассматривается в комплексе украине предоставляют оружие в надежде не на то что украина победит россию и не в надежде даже что украина таким образом там задержат продвижение российской армии серьезно задерживать но в данной ситуации речь идет что украина обеспечивает переговорный процесс то есть пока готовится к переговорным процессом пока готовят эти все площадки украина собой закрывает там например вот определенный участок гибнут люди становятся коллегами люди но не столько за украинские интересы и россия тоже валют не столько за интересы там имперские российские интересы сколько в данной ситуации это прикрытие основных политических тенденций дискуссий и прочее любой успех россии усиливает позиции россии и и востока глобального юга скажем так в переговорном процессе любые поражения россии неудачи усиливают позиции соединенных штатов этом процессе недаром зеленский сказал на прошлой неделе что мы воюем мы защищаем нато условно вот не гибнет ни один американский солдат это очень серьезное вложение я считаю что это очень выгодно говорит он четко сказал чьи интересы защищаются данной ситуации смотрите издание снбс опубликовала интересную статью на как раз и про помощи про украину и там есть вот занимательный абзац опрошенные изданием эксперты считают что украины и союзников нет общего видения что означает победа и какие шаги и ресурсы требуются для ее достижения и действительно если сейчас посмотреть то есть ну я бы расширил это знаете чем тем что в россии сейчас тоже не понимают что для них уже победа потому что уже цели никакие у них не проговариваются то есть что война ради войны это это такое понятие как аморфность победы потому что любая сторона может любой момент заявить о том что мы победили любая сторона условно говоря россия принимает решение объявляет мы получили фактически сухопутный коридор к крыму мы забрали практически весь донбасс мы сейчас вот остановились там что там без краматорска и бесславянск только весь донбасс уже наш вот потом мы там защитили землю прирастили еще четырьмя областями россии то есть то есть могут говорить могут говорить о том что мы уже победили победа победа наша мы добились тяжелой ценой каких-то там успехов вот взяли условно говоря очередное это вот была наша главная цель мы достигли ура победа в любой момент украина можно тоже сказать вы знаете мы потеряли это мы же временно потеряли мы дальше стоим на позиции что 90 границы 91 года возможно даже шире ну вот но сейчас мы сохранили государственность это очень важно мы сохранили саму украину а могли бы потерять украину украина могла бы быть порабощена стать федеральным округом российской федерации но этого не случилось так что ура мы победили тоже обе стороны могут признать это более того украине могут предложить финский вариант те же самые западные союзники может жить финский вариант финляндия в 1940 году с треском проиграла войну войну советскому союзу потеряла огромные территориальные вынесла территориальные потери и так далее но весь договорился считать что финляндия выиграла и до сих пор во всех учебниках написано что советский союз проиграл войну финляндии ну как он проиграл войну если он получил такие вот территориальные на и уступки нет все пишут о том что советский союз проиграл войну маленькой финляндии это было серьезное поражение сигнал для сталина потерял вот точно так же может весь мир говорить россия проиграла ха-ха-ха они проиграли войну при том что россия ставит за собой все вот эти вот территориальные если не ошибаюсь президент азербайджана недавно заявил о том что ситуация на войне украины россии может стать подобной ситуации с нагорным карабахом и даже есть на какой-то момент силы будут там скажем приостановлены до в активной фазе то это может длиться очень долго а действительно а как тогда должно закончиться условно выходим мы на границы 91 года где гарантия того что российская федерация ползет во первых где гарантия что российская федерация ползет второе вы знаете что украинские радикалы радикально настроенные граждане которых так боится зеленский нижней будут довольны этим результатом они будут спрашивать хорошо 91 год мы за это воевали нет почему мы не идем на москву почему хабаровск еще не наш почему владивосток не наш камчатках нам тоже нужно там китайцы будут против и ну это не остановит наших радикалов почему пекин не наш до сих пор то есть вот это будет как раз тоже движущим моментом так что алиев прав алиев прав в том что основные актеры и игроки в конфликте которые существуют между украиной россии находится не в москве и не киеве вот потому что это экстраполяция более глобального противостояния точно так же и противостояние между армении и азербайджаном одно дело когда в 90 годы это был локальный конфликт а другое дело сейчас когда уже свои интересанты существуют в армении там которая сейчас налаживает отношения с индии с ираном с францией частично с соединенными штатами а другой и азербайджан который сейчас пытается играть с турцией с некоторыми арабскими государствами с россией и прочее поэтому как бы конфликт выходит сейчас за рамки локального вот и поэтому алиев именно и обращать внимание на войну между россией и украиной если вы сейчас сказали что алиева обращать внимание что суть конфликта да и решение конфликта лежит не в киеве не в москве а вот например путин понимает что он на вторых ролях сейчас путин абсолютно понимает он чудесно дает себя готов признать ну то есть не говорить о том что они противостоят америке а китай сателлит немножко все иначе также так он не думает он считает китай союзником вот это это да и это постоянно в любом и в любом его выступлении в любом его заявлении все всюду китай дается должное китай это правда путин чудесно понимает что китай экономически сильнее он более он и численно сильнее и армия у него достаточно сильная и по военной доктрине китайской до 2035 года 2030 извините года это армия китая должна превосходить армию сша это если армия сша замерзнет и будет на том же месте стоять они же там сопоставляют динамику и прочие моменты и кстати война сейчас боевые действия в украине как раз они содействуют именно этой доктрине китайской китай чудесно понимаешь что это не воюет сейчас и не выделяет такие колоссальные средства на противостояние которое выделяется сейчас соединенные штаты что касается как раз путина путин понимает что сейчас россия является наиболее активной частью наиболее активной частью этого глобального юга так называемого и он постепенно тоже пытается играть роль гегемона начиная с 2017 года россия пытается играть роль гегемона поскольку имеет свое влияние на эту свою активную политическую позицию свое присутствие во многих странах мира в частности на ближнем востоке центральной азии в китае извините в африке при этом для эту территорию отделяете сферы интересов вместе с китаем и с другими государствами то есть реально у них идет определенный процесс но при этом россия чудесно понимает что пока экономическом цифровом плане у них не несопоставимые ресурсы смотрите появилась вот новость она достаточно свежая звучит она следующим образом запад должен быть готов к тому что утвержденный конгрессом соединенных штатов америки пакет помощи украине окажется последним вроде бы не первый раз мы слышим такое заявление но мне всегда интересно дальше а дальше написано что заявила пример литвы ингрида шимонит почему вот это все звучит от всяких премьеров литвы министров финляндии кого-нибудь не знаю там в швеции звучит и от многих официальных лиц в вашингтоне частности несколько сенатора высказались по этому вопросу том числе сегодня что украина больше не может претендовать на выделение средств в этих же объемах и это был последний транш это да это это есть поскольку экономика соединенных штатов не резиновая и просто напечатать долларом это только украина может так сделать когда не хватает средств украины не может напечатать доллары да вот именно печатаем гривен там немножко по-другому это устроено любой экономической даже начинающий что касается как раз почему не 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 заявляют подобного рода не делают подобного рода заявления первые лица соединенных штатов но американская дипломатия требует определенного там этикета скажем поэтому поручают своим вассалом вопросов нет даже если они все так думают вот до единого мне интересно другое зачем это озвучивать с какой целью чтобы что чтобы мы ее аккуратно использовали чтобы не надеялись потом или что именно чтобы не обнадеживать что это последний как бы но это же не первая последняя помощь вы вспомните прошлый раз тоже я понимаю но плюс ко всему давайте соберем воедино еще другие моменты очень интересная логика в понедельник байден байден позвонил владимиру зеленскому официально было сказано что они просто поговорили зеленский поблагодарил байден сказал я обещал пацан сказал пацан сделал вы получили деньги с богом используйте на самом деле как говорят мои источники были предъявлены соединенными штатами определенные претензии украине что украина сейчас не выполняет свои обязательства не выполняет свои обязательства которые точнее даже не обязательства пожелания которые соединенные штаты озвучивали кадровой политики в контроле над теми или иными государственными или не государственные а вообще секторами экономики и так далее вот плюс ко всему Поэтому якобы было предъявлено претензии к тому, что в Украине будут, ожидаются кадровые замещения в Кабинете Министров и других органах без согласования этих замещений с Государственным департаментом Соединенных Штатов. Тогда же состоялся контакт между определенными лицами в посольстве Соединенных Штатов и Офисом Президента, где было сказано о том, что рано пока еще проводить замены. Вы помните, в среду должны были рассматривать кадровые... Просто говорили все про среду, но в среду был обычный... Именно. Более того, мне мои источники в Верховной Раде говорили о том уже, что все, на среду поставлено именно голосование, на среду будет голосование. Это мне говорили еще в пятницу. Уже вот мы видели точно на согласительное совещание вынесены вот такие-таки там моменты. То есть подтверждалась та информация, которая была в средствах массовой информации, что будут заменены определенные лица, она подтверждалась другими источниками. И оттуда вдруг в среду это ничего не происходит. Но во вторник НАБУ, которая не подчиняется Офису Президента, которая ориентирована больше на американцев, вдруг приходит к депутату, к министру Сольскому с обыском. Вот так, нежданно и гаданно пришли к нему. И провели обыски. Более того, арест сейчас он его держит в заключении с правом внесения 75 миллионов... Вроде бы внесли залог уже. Уже, да, но я еще не видел, что внесли. Мне кажется, была, кажется, статья о том, что сразу внесли залог. Уже, понятно. Ну, я видел только, что... Ну, там всего 75 миллионов. Копейки. Да, так, соответственно, сразу же начали писать средства массовой информации, близкие к Офису, что Сольский это вообще человек Богдана, хотя на самом деле это человек, который давно переприсягнул Ермаку, что он давно не человек Богдана. И так далее. Начались другие еще действия НАБУ, которые просто привели к тому, что сейчас вопросы кадровых замен не актуальны на сегодняшний день. Еще один момент. Появляется во вторник доклад Государственного департамента Соединенных Штатов, которым просто раскатывают Украину, говорят, что в Украине не все так однозначно с демократией, что в Украине существуют грубые нарушения свободы слова, прикрываясь войной. В Украине не существует свободы слова, в Украине подвергаются гонениям целый ряд политических сил и общественных организаций и прочее, прочее. Это все говорит Государственный департамент Соединенных Штатов, который только вчера еще выделил, то есть, точнее, Соединенные Штаты выделили только вчера. Но отчет за день-то не готовился. Конечно. Поэтому этот инструмент запускается в тот момент, когда считается нужным. И появляются сразу же несколько публикаций в западных СМИ, опять же, с критикой Украины, с критикой режима, причем критикуют не самого Зеленского, а просто власть. Зеленский вне критики. И появляется также информация, что Соединенные Штаты сказали, что вроде бы Зеленскому, что мы готовы, мы считаем, что Андрей Борисович Ермак, ну, не совсем готов стать премьер-министром. Мы считаем, что премьер-министром все-таки должна стать Оксана Маркарова, а мы бы не возражали, если бы Андрей Борисович Ермак стал послом в Соединенных Штатов. Понятное дело, что в офисе президента оскорбились такому, но понимают также, что кто ужинает девушку, тот, понятное дело, и... Так что в данной ситуации средства, которые выделены Украине, являются дополнительным элементом давления на Украину, дополнительным элементом воздействия на Украину, с тем, чтобы Соединенные Штаты все-таки вернули себе главенствующее положение в украинских политических процессах, которые они потеряли. И вот то, что две недели назад Подоляк сказал, что у нас больше все-таки мы ориентируемся на Лондон, чем на Соединенные Штаты, с Лондоном нам легче найти общий язык. Ну, так что в этой ситуации им просто показали, что английский язык в британском произношении, в британском варианте не актуален для Украины. Более актуален именно американский вариант английского языка. Британия сделает свой ход? Показать, что их рецепт тоже ничего? Британия переходит сейчас на военные рейсы. Риши Сунак уже заявил о том, что будет перевод на военную платформу британской экономики. Но на самом деле Британия готовится к выборам. У них в ближайшие месяцы должны состояться выборы, и социологи говорят о том, что у консервативной партии Великобритании нет ни единого шанса победить на этих выборах. Ну, это мы увидим скоро. К отчету давайте на секунду вернемся от этого ГАЗДЭПа. Я, признаться, знаю, что они публикуют его постоянно, то есть это не первый такой отчет выходит, но я не помню, как оно реализовывается. Никак. Вот никогда не следил. Вот написали. В конкретных случаях, в определенных случаях, сразу за этим отчетом может последовать выступление какого-нибудь конгрессмена, который скажет, я вот прочитал, и я возмутился. Оказывается, в Украине такое происходит. И я предлагаю, что нам необходим специальный представитель, который будет наблюдать со соблюдением прав человека в Украине. Я считаю, что этого представителя надо туда послать. Ну, так же было фактически, когда начали подозревать, что разворовывается военная помощь, и тогда сказали, а давайте мы вообще назначим вот Пенни Притскер, вот, который будет следить за нашей помощью, как восстанавливается Украина, как Украина использует нашу помощь. Вот, то есть Пенни Притскер назначили. Она время от времени приезжает, берет там документы, которые готовятся специально к ее приезду, там, сначала там разного рода Шабудинами, которые передают их в посольство, посольство потом передает Пенни Притскер, она там говорит, ай-ай-ай, раз так, то мы сейчас уменьшим вам помощь, раз нам сказали, раз нам сообщили, что вот здесь вот воруете, вот здесь и вот здесь. Вот, то есть точно так же будет это работать и в дальнейшем. А это анонс или предупреждение? Нет, это в данной ситуации, это мои размышления. Нет, 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 я имею в виду то, что перечислено в отчете. Это анонс или предупреждение? Ждите или... Это инструмент воздействия на украинской власти с тем, чтобы они стали более сговорчивыми. То есть предупреждение? Конечно, а потом могут быть еще, вдруг неожиданно, какой-нибудь новый Панамагейт может появиться, какие-то новые панамские письма. А соединенность это вообще до этого сейчас? Мне кажется, там избирательная компания... Ну, это воздействие на строптивых. Вы понимаете, что на самом деле это все документы давно заготовлены, им все давно известно. Просто один звонок, говоря, что вот не хотят соглашаться на наши условия, так, пожалуйста, папка номер 4, опубликуйте завтра, вызовите там какого-нибудь Джона Смита, там, колумбниста из New York Times, отеля Wall Street Journal. И, соответственно, пусть он это опубликует как большую сенсацию. Все. Соответственно, на следующий день придется оправдываться куча людей, откуда у них офшоры там в Панаме, на Биргинских островах, в Белизе и так далее. Ну, не может быть у наших людей там всякие офшоры. Вы тоже скажете? Я просто говорю как, я же не утверждаю, я же говорю как, да, как пример. Кость, как вы думаете, будут развиваться в ближайшее время отношения Украины и Соединенных Штатов? Вот я думаю, что в ближайшее время, в ближайший месяц, это будет месяц, когда Соединенные Штаты будут восстанавливать свое влияние на украинские системы власти. Восстанавливать. Реставрация американской системы в Украине. Ну, хорошо, будем это все наблюдать. Интересно, интересно. Смотрите, есть еще одна интересная тема, которая у нас произошла, значит, за прошедшую неделю. У нас тут консульства больше не будут выдавать, значит, паспорта. Мы не будем там пережевывать эту новость, ее уже все прекрасно, все прям в курсе, в курсе. Но почему это интересно? Потому что это сделало определенный раздел мнений сейчас среди граждан украинских, кто к этому как относится, которого не было. Ну, то есть, по факту его не было, и он случился. А тут еще интересно появилось, значит, я говорю про законопроект, который, если я не ошибаюсь, за авторство Третьяковой, о том, что в случае сокрытия, или, как правильно сказать, родственных связей украинцев с людьми на территории Российской Федерации, работодатель может уволить их. И вроде бы это даже законом уже стало. Я еще текст закона не видел, но смысл такой, я бы его прочитал. Я еще не видел, но это охота на ведьмы настоящая. У нас у доброй трети, если не у половины граждан, есть родственники в Российской Федерации. Опять же, что является степенью родства? Что является степенью родства? Это только самые близкие родственники, или это касается, например, моих двоюродных теток и троюродных братьев, которые живут в России, или же это касается еще каких-то других аспектов? А что, если человек, например, у человека отец, который там живет в России, но этот человек, ну, этот отец в детстве бросил семью, не платили алименты, и человек просто только знает, что он живет где-то там в Вологде, условно. Он тоже подпадает тогда под действие этого закона, или как? Ну, тут, понимаете, мы с текстом закона разберемся и детально проговорим его, наверное, в другой раз, потому что, ну, на данный момент, как бы, ну, слишком сырая информация. Я пока что идею, саму идею обсуждаю. Да, но меня интересует другое. А почему вдруг сейчас это все начало появляться активно? Есть несколько аспектов. Во-первых, постоянная попытка подогрева общественного мнения, антироссийских настроений в обществе. Как только они спадают, сразу же необходимо поднять это, держать в тонусе общество. Второй момент, некоторые депутаты... Речь о стратегических предприятиях. Все, меня поправили редактора. Ну, все равно, сам вопрос, сам вопрос абсолютно некорректен по своей сути, потому что он расистский по своей сути. Ну, может быть, кстати, логику здесь можно найти, если речь идет там о Букрыбранпроме или каком-нибудь секретном предприятии и так далее. Для этого существует служба безопасности каждого предприятия, которое тщательно изучает подноготную каждого человека. Тщательно изучает. Его поездки, его контакты, его круг общения, его родственников и так далее. Это их работа. Ну, это их работа, я согласен полностью, хотя человек действительно может что-нибудь скрывать. И вот если говорить в таком контексте, то у меня сейчас другой совершенно вопрос. А почему тогда так поздно приняли этот законопроект? То есть до этого законопроекта... Это такой второй момент. Это некоторые депутаты сейчас начинают активничать для того, чтобы показать свою значимость, поскольку чудесно понимают, что придет время, возможно, достаточно скоро, придет время, когда начнут формироваться новые списки и начнут формироваться новые составы Верховной Рады. И каждый из них хочет показать, что вот я являюсь автором такого количества законопроектов, я являюсь очень весомым звеном, поэтому, дорогой Владимир Александрович, возьмите снова на свой ковчег. Костя, вам большое спасибо, что присоединились к нашему эфиру за широкие ответы на интересные, волнующие вопросы. Друзья мои, вы давайте в благодарность быстренько правой или левой рукой нажимаем лайк. Обязательно другой рукой сразу же пишем комментарии. Спасибо за то, что мы такие хорошие есть. Подписываемся на канал, не забываем.